ПЕСНЯ Пока одна группа исполнителей на сцене, другая готовится к выступлению в гримёрке. Шанхайская музыкальная группа была создана в 1991 году. В её репертуаре как народные китайские песни, так и современные шлягеры, популярные в республике. Коллектив активно гастролирует и уже дал более 200 концертов у себя на родине и по всему миру. Несколько раз мы уже бывали в России и хотим отметить, что ваша публика очень отзывчивая. А здесь выступать нам вдвойне приятно, не пришлось платить за вход в музей Ленина. А на сцене тем временем выступает русский исполнитель Михаил Гаврилов. Солист государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Приглашённый солист Михайловского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Михаил много гастролирует в России и за рубежом. Для китайских гостей он подготовил сюрприз. Первое, с чего я начну сегодня свое выступление, это будет Ария Калафа из оперы Турандот. В общем, написанная на китайский сюжет композитором Пучини. Так что вот, в общем-то, такая дань Китаю. Российский исполнитель на сцене вновь сменяется коллективом из Поднебесной. Все костюмы артистов сделаны по образцам национальных шанхайских нарядов. Каждая деталь имеет определённый символизм. Надо признать, что нечасто российской публике выпадает возможность вживую послушать национальное китайское пение. Россию в концерте также представляет лауреат многих российских фестивалей и конкурсов Диана Серёжина. Подбирая песни в репертуар концерта, Диана постаралась включить в свою программу произведения, которые понятны на любом языке. Я шла от самого главного чувства любви. И все свои песни, которые я сегодня исполняю, они именно о ней. Я думаю, что песни о любви всегда актуальны, даже на таком концерте. На этой сцене артисты из-за рубежа частые гости. И сотрудники музея-заповедника выражают надежду, что этот концерт гостей из Китая не последний. Надеемся, что когда-нибудь ещё в каком-нибудь турне будет включено и музей-заповедник. И эта группа ещё раз посетит нас. И мы предоставим публике такую возможность ознакомиться с музыкальной культурой Китая. Артисты из Поднебесной тоже надеются, что в будущем смогут представить российской публике свою новую программу, которая готовится сейчас, и сказать уже привычное... Время, Россия! Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.